МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Первый в космосе в столице Республики прошел митинг в честь 55-летия полета Юрия Гагарина. Кругом вода. Ветеран Тулы из Кнаша ждет помощи властей. Доступные лекарства Минздрав Чувашии взял под особый контроль обеспечения ликотников. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства транспорта Российской Федерации. Обсуждали итоги работы Министерства за прошедший год, цели и задачи на плановый период до 2018 года. Свою миссию Минтранс России видят в содействии экономическому росту и повышению благосостояния населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам и превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество. О том, что уже удалось сделать в этом направлении, что еще необходимо, рассказал руководитель ведомства Максим Соколов. Ключевым направлением деятельности оставалось приведение федеральных автомобильных дорог в нормативное состояние. И в прошлом году протяженность дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, была увеличена более чем на 5000 километров и составила около 64% от общей протяженности. Безусловно, улучшение состояния федеральных трасс стало возможным благодаря Дорожному фонду, которые позволили увеличить объем финансирования дорожного хозяйства из федерального бюджета. Начиная с 2014 года впервые финансирование, ремонт и содержание федеральных дорог было осуществлено в полном объеме, в размере 100% от нормативов. Надеюсь, что данный подход к финансированию позволит в 2019 году привести все федеральные дороги в нормативное состояние. Сегодня же глава Чувашии провел в Москве ряд рабочих встреч. Было интересно, прежде всего, уточнить, какое софинансирование мы с федерального бюджета получим на наши объекты, по тем объектам, которые приурочены к нашим праздничным мероприятиям. Это 550-летие образования города Чебоксары, 100-летие образования Чувашской автономии. Почему? Потому что определенный секвестр в федеральном бюджете произошел, и по тем подтверждениям я получил очень хороший такой ответ. У нас все эти объекты, они включены. Мы в этом году, то, что предварительно обговаривали, 1 миллиард 7 миллионов рублей получить, мы по факту получим. Касаясь оригинальных дорог, касаясь межмуниципальных дорог, касаясь реконструкции федеральной трассы А-151-М7, мы ежегодно будем миллиарды рублей получать. Это практически наша перспектива, во-первых. Во-вторых, строительство высокосказной магистрали тоже в перспективе все обозначено. Министр транспорта Максим Соколов в своем докладе это четко обозначил. Более подробно о рабочей поездке главы Чувашей в Москву мы расскажем вам завтра. И пока к другим новостям. Руководителем МВД по Чувашской республике назначен генерал-майор полиции Сергей Неяскин. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Сергей Неяскин занимал пост заместителя начальника главного управления МВД по Саратовской области. Сергей Дмитриевич родился в 1959 году в Мордовии. Он окончил Мордовский государственный педагогический институт, а затем Нижегородскую высшую школу МВД России. Профессиональный путь начал с должности участкового инспектора. Предшественник Сергея Неяскина на посту министра внутренних дел Чувашии Сергей Семенов ушел с поста в ноябре прошлого года. До середины 20 века освоение космоса казалось фантастикой. Советским ученым удалось сделать мечту явью. 12 апреля 1961 года на космическую орбиту вышел первый пилотируемый корабль. Дорогу в космос открыл Юрий Гагарин. За 55 лет Землю с орбиты увидели более 500 человек. Среди них трое наших земляков. Сегодня во всем мире отмечается День космонавтики. 12 апреля возле памятника Гагарину, что в столице республики, всегда многолюдно. Это знаковое место для ветеранов космонавтики, всех тех, кто был причастен к первым шагам на пути в космос. День космонавтики – это наш праздник. Праздник всего народа, но и прежде всего тех людей, которые непосредственно участвовали в подготовке, заправке, запуске ракет с космическими аппаратами. Юрий Гагарин стал символом целой эпохи. С его именем связывают многие научные открытия в области космических исследований. В этот день мы обязательно вспоминаем еще одного героя. Это Андриан Николаев, третий космонавт Земли, дважды Герой Советского Союза. 12 апреля на одноименной улице тоже праздник. С цветами пришли воспитанники детского сада номер 64. Ребята стали участниками городского фестиваля «Космический квест». Благодаря ему они узнали о такой науке, как астрономия, и даже сами попытались конструировать ракеты. Я бы хотела полететь в космос. Мальчишки, а вы бы хотели полететь в космос? Я бы хотела полететь в космос. Что нужно для того, чтобы полететь в космос? Ракета, шлем, водоложный костюм. Мечты когда-то обязательно сбываются, главное в это верить. Екатерина Куприна, Андрей Шоклев, Республика. А в Новочебоксарске в честь Дня космонавтики дали старт традиционному велопробегу. Каждый год члены клуба «Солнце на спицах» отправляются в путь до села Шоршелы, чтобы почтить память покорителей Вселенной. Подробности в следующем материале. Ряды участников космического велопробега пополняются каждый год. И даже новичков не пугает задача преодолеть на железном коне более 20 километров до родины нашего знаменитого земляка, космонавта Андриана Николаева. Покорить этот путь впервые решилась и Надежда Андреева. Позвали друзья, потому что когда начинаешь ездить, появляются новые друзья, знакомые. Ты понимаешь, что велосипедные движения Чуваши на самом деле развиваются бурными темпами. Это люди очень заинтересованные в том, чтобы вести здоровый образ жизни. Участников велопробега провожали торжественно. В честь юбилейной даты первого полета «Человеках-звездам» на площади города спутника исполняли песни о космосе. В историю страны этот день вписан золотыми буквами. Память о подвиге покорителей Вселенной должна передаваться из поколения в поколение, считают почетные гости праздника. Чуваши неразрывно связаны с нашими земляками. Это Николай Бударин, Муса Монаров. И сегодня, находясь здесь, в преддверии старта, посвященного Дню космонавтики, и отдавая дань памяти Андреана Николаева, мы тем самым, наверное, направляем наше молодое поколение на тот путь, который ведет к звездам. Мы сегодня чтим память нашему космонавту. Едем именно на велосипедах велопробег в Шоршелы, где похоронен наш земляк Николаев. Мы поднимаем популяризацию не только космоса, а в целом уважение к нашим ученым. Циолковский Константин, наш российский ученый, открыл в теории дорогу в космос всему человечеству. Опытные участники велопробега говорят, что каждый год до Шоршел они добираются за 108 минут. Именно столько длился полет звездам Юрия Гагарина, Медрик Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Вода, вода, кругом вода. Как в знаменитой песне Эдуарда Хиля живет ветеран тыла Калининг Иванов со своей дочерью в городе Канаш. Только в отличие от героя песни живут они не на пароходе, а в собственном доме, который подтопило. Глядя на двор дома ветерана тыла Калиника Ивановича и его дочери, можно подумать, что семья живет, например, в Омской области, где сейчас бушует паводок. Раньше весна хозяевам дома таких проблем не доставляла. Но в этом году забилась дренажная труба, по которой должны уходить сталые воды. Теперь в подполе пенсионеров плавает прошлогодний урожай картофеля и зимние заготовки. А сами они вынуждены выбираться на улицу по собственноручно сооруженному мостику. Вся причина в трубе. Пробовали пробивать, не пробивается. Обратились мы в администрацию, в помощь. Так как эти трубы дренажные должны обслуживаться администрацией. Хожу, хожу, а толка нет. Своими силами хозяева пробовали не только прочистить трубу. В сторону дороги раскапывали путь для воды. Этого хватало ненадолго, а орудовать лопатами каждый день возраст уже не тот. Заместитель главы администрации Канаша рассказал, мол, в беде людей не бросили. На помощь отправили бригаду, хотели как лучше. Только получилось, как всегда. Дело строительства у нас попросил компания, которая занимается содержанием дорог в городе, попросила почистить. Они выехали на место, посмотрели, поняли, что труба забита. Хотели почистить, у них не получилось, решили трубу поменять. Но в производстве, когда начали производить работы земельные, то повредили газопровод. Поэтому работы у нас прекратились. Газ людям дали в тот же вечер, а проблему с водой пообещали решить в день, который так любят чиновники. Завтра. В это самое завтра, то есть сегодня, мы опять связались с жильцами дома. Однако решена ли проблема, так и не узнали. Дело в том, что от постоянной сырости и холода из-за отопления в подполе семья ветерана боялась включать электрические отопительные приборы. Калиник Иванович заболел. Врачи поставили диагноз пневмония и увезли в больницу. Все его родные сейчас с ним. Мы продолжим следить за ситуацией. Ольга Пырычкина, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика. Более 700 миллионов рублей планируют направить в этом году на лекарственное обеспечение жителей Республики. Сейчас право на льготные препараты. В Чувашии имеют 96 тысяч человек, причем с каждым годом увеличивается количество тех, кто предпочитает получать именно лекарства, а не денежную компенсацию. Закупки лекарственных препаратов Министерство здравоохранения Республики проводит централизованно. Это позволяет экономить денежные средства на торгах. С начала этого года провели более 100 открытых электронных аукционов. По их результатам было сэкономлено 12 миллионов рублей. Все эти сэкономленные деньги пойдут в дальнейшем снова на закупку лекарственных препаратов и позволят улучшить доступность лекарственной помощи нашему потребителю. Кроме того, очень большим подспорьем в реализации льготной программы является внедрение с 2014 года во всех медицинских и аптечных организациях, занятых в льготных программах, программой персонифицированного учета лекарственных препаратов. Это значит, что любой врач и любой аптечный работник может проследить судьбу льготного рецепта, выписанного в любой момент, в любой временной период. Между тем, в Республике расширяется сеть аптек по реализации льготных лекарств. Недавно дополнительные пункты открылись в Новочебоксарске, Алатаре и в селе Отлашево Чебоксарского района. В целом, конечно, сегодня и больные, и лечебно-профилактические учреждения, и аптеки в вопросах обеспечения, в вопросах именно логистики, доставки и конкретно доведения этих лекарственных препаратов до больных, эта работа у нас налажена. Жители Республики вновь стали находить в почтовых ящиках извещения о необходимости поверки приборов учета воды. Некая единая городская служба по учету водоснабжения сообщает о якобы утвержденном графике работы со счетчиками с 4 апреля по 4 мая 2016 года. В извещении ссылаются на федеральные законы постановления правительства России. В уголке даже стоит печать. На штампе указан город Сочи. Если жители не проверят счетчик написанного извещения, то им придется платить за воду по общедомовому расходу. В Чебоксарском водоканале администрации города о такой службе, единой городской службе по учету водоснабжения, не знают. Я такой службы вообще не знаю, где она зарегистрирована, что это за организация. Пусть люди обращаются к управляющей компании, с кем у них заключен договор, и пусть управляющая компания объяснит, что это за организация. Если этот ресурс холодное водоснабжение, не вопрос, пусть обращаются в организацию водоканала. Чтобы потом не было вопросов двойных каких-то там поверок, двойной оплаты. Стоимость поверки счетчика согласна извещению полторы тысячи рублей. Причем нельзя быть уверенным, что не придется поверять прибор учета еще раз и не платить за это повторно. При этом сама услуга у аккредитованных организаций в разы дешевле. Простой поиск в интернете дал такие результаты. Услуга в Чувашском центре стандартизации метрологии стоит 250 рублей за один счетчик. А в фирме гидродинамика по Волжье, например, аккредитованной управляющей компанией «Центральная», поверка стоит 290 рублей. Чувашский ЦСМ, служба, имеющая право, или юридические лица, которые имеют аттестат аккредитации, полученной в Чувашском ЦСМ. То есть других организаций не должно быть, если не имеет эта организация аттестата, вот этого определенного образца с голограммами, да, и которые выдают поверочный вот этот вот сертификат соответствия. Бумажку, которую выдают вот эти вот компании, там, недобросовестные, да, это просто Филькина грамота. Следует добавить, что приборы учета должны проходить поверку специалистами. Счетчик холодной воды раз в 6 лет, горячий раз в 4 года. Поэтому жителям не стоит сразу же оплачивать сомнительные услуги, а уточнить все в управляющей компании. Татьяна Молокова, Россия Мухаммедов, Республика. Сегодня в эфире национального селевиния Чуваши новый выпуск программы «Комфортный город». Открытый и откровенный разговор чебоксарцев с властью о том, как организовано дорожное движение в столице и появится ли пешеходный переход напротив библиотеки имени Маяковского. Смотрите сегодня в 20.30. Список 200 лучших школ России опубликовало рейтинговое агентство «Экспертра». В него вошли и чебоксарские учебные заведения. Составляли рейтинг для того, чтобы определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России. Таких как МГУ имени Ломоносова, МФТИ, МИФИ и других. Специалисты учитывали результаты сразу двух приемных кампаний 2014-го и 2015-го годов. Как и в прошлом году, в топ-200 вошли две чебоксарские школы. Это лицей номер 3 и гимназия номер 5. Они заняли 55-е и 121-е места соответственно. Администрация столицы республики предлагает чебоксарцам выбрать имена знаменитых уроженцев Чувашии, чтобы присвоить их школам города. Опрос проходит уже почти месяц, но им приняли участие более тысячи человек. Среди предложенных имен Василий Иванович Чапаев, герой Советского Союза Виталий Уруков, начальник штаба 2-го Белорусского фронта Александр Боголюбов, летчик-штурмовик Михаил Афанасьев, танкист Вячеслав Винокуров, летчик дальней разведки Михаил Сапожников, академик, ученый-механик, кораблестроитель Алексей Крылов, академик Российской академии образования, основатель этнопедагогики Геннадий Волков, выдающийся исследователь истории Чувашии Василий Дмитриев, выдающийся ученый-математик Дюйс Ивлев. Опрос проводится на сайте Управления образования Чебоксара, причем голосовать можно несколько раз. В этих школах, естественно, будет вестись работа по увековечению памяти тех людей, в честь которых они названы. То есть будут созданы музеи этих вот известных, выдающихся уроженцев Чувашии. И среди учащихся этих школ будет, естественно, культивироваться память, историческая память о тех людях, в честь которых названа школа. Хотите быть здоровыми? Танцуйте и не забывайте получать от этого удовольствие. На этот раз участникам проекта «Отличные студенты» предстоит примерить на себя роль брейк-дансеров. Смотрите сегодня в 21.00. Это все новости на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин